Всем большой привет! С вами Юлия. Сегодня будет довольно запрашиваемое видео. Видео с покупками и находками для красоты из аптеки. Я знаю, что это достаточно запрашиваемое видео на моем канале. И у меня уже есть, конечно же, несколько таких роликов. Ссылки, кстати, обязательно будут внизу в описании. Ну, а сейчас я вам тоже покажу много крутых вещей, которыми я очень довольна. Первое, что я вам показываю, это вот такой крем для век. Называется он ClearWin, крем для век, который снимает отеки, усталость и круги под глазами. Вы знаете, такой же есть крем для лица и тот крем борется с пигментацией. В общем-то, этот тоже. У него основная функция то, что он убирает темные круги под глазами. В моем случае он отлично справился, отлично сработал. Я очень приятно удивлена, потому что даже какие-то дорогие кремы, которые я раньше покупала, они не работали в этом направлении. То есть они особо ничего не осветляли. И я всегда считала эту функцией такой уловкой маркетологов. Здесь же он сработал. Когда я изучила состав, то я увидела, что здесь на втором месте после воды, то есть практически на первом месте, идет вещество, которое называется Arbutin. Что это такое? Это природный натуральный компонент, он безопасный, отвечает за вот эти вот осветляющие кожу процессы. То есть он снижает пигментацию, он снижает выработку меланина в клетках. В основном встречается в дорогой косметике. Поэтому купить вот такой крем для век в аптеке с Arbutin на втором месте за, по-моему, 70 рублей он стоил. Я точно не помню, но ценник какой-то был очень гуманный, очень небольшой. Здесь также заявлено, что он снимает отеки, усталость. И сама формула крема мне нравится. Он достаточно приятный, он хорошо увлажняет, у него хороший состав. Здесь также есть ретинол, хотя они вот не написали нигде на упаковке, но в составе я нашла там витамин А. Правда он в небольшой концентрации уже в конце состава, но тем не менее. А витамин А, как мы знаем, он обладает омолаживающими свойствами. Попробуйте, потестируйте. В любом случае, если вам не подойдет всем индивидуально, вы особо ничего не потеряете, потому что стоит он совсем недорого. Следующая покупка для ухода за кожей это Циндол. На этот раз я взяла вот такую вот болтушку. Здесь у нас оксид цинка. Также в аптеке вы можете найти цинковую пасту или салициловую цинковую пасту. Все это примерно из одной оперы. Что это такое? Это препараты, которые обладают подсушивающим и противовоспалительным свойством. Это просто супер находка, когда у нас есть какие-то прыщики, они всегда, 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 ставьте пальчик вверх, если у вас тоже так, вскакивают не вовремя. Если у вас какая-то на следующий день встреча, праздник, собеседование, ну просто какой-то важный день, но всегда, не вовремя у нас высыпают прыщи. Так вот, с мелкими прыщиками эта штука справляется буквально за ночь и не надо покупать никакие дорогие средства. Советую наносить вечером на ночь, когда вам никуда уже не нужно идти. Если вы додумались, извините, выдавить прыщ, опять же нужно подсушить вот эту вот ранку, то Циндол отлично справится. 47 рублей в аптеке. Также обладает противозудными свойствами. Если вас покусала мошка, комары, у вас вот такой неприятный зуд, знаете, чешется кожа, Циндол тоже поможет снять вот эти вот ощущения, тоже очень быстро сработает. И я знаю, что некоторые мамы это используют при ветрянке, то есть мажут вот эти вот ранки деткам. Но мы еще не болели ветрянкой, я еще не проверила, поэтому точно не знаю, но я знаю, что советуют его в таком применении. Девочки, 47 рублей, аптека за углом, и не надо никаких дорогих импортных, там узконаправленных линеек. Чем я еще сегодня с вами хочу поделиться, это вот такая мазь, называется она метиллурацил. Здесь 10% медицинского препарата, то есть давайте не будем забывать, что зачастую то, что мы берем в аптеке, это не косметические средства. И в этом случае я все-таки рекомендую использовать действительно по необходимости. Не нужно так, чтобы это было вот прям на вашем туалетном столике. Что же она делает? Это мазь, которая очень хорошо усиливает регенерацию кожи. То есть если вы очень сильно обветрили руки, то есть если у вас очень сухие губы, аж прям до трещин, вы просто используйте эту мазь, и за одну ночь она вам решает эти вопросы. Вот у нас, например, сейчас перепады погоды, у нас один день может быть очень тепло, другой день очень холодно. Я убрала перчатки и поленилась их достать, когда было очередное похолодание, был очень ветреный день. У меня обветрились руки, вот знаете, аж прям до трещин. Я просто нанесла вечером плотным слоем, но я знала, что я хочу решить это быстро. И утром действительно у меня уже кожа была на руках гладкая, ухоженная. Для того, чтобы так сработал эффективно какой-то косметический крем, это скорее всего будет какой-то люксовый, очень-очень дорогой крем с дорогими маслами, с высокой концентрацией каких-то активных веществ. Ну прям вот надо раскошелиться. Здесь вы идете в аптеку за 48 рублей, покупаете мазь, и она вам все это делает очень быстро и очень просто. Сама мазь по ее медицинскому назначению, она как раз и назначена для лечения ожогов, каких-то долго заживающих ран. Ну в общем усилить и стимулировать регенерацию кожи. Конечно можно это использовать, но не так, чтобы это становилось вашим ежедневным средством. Следующий крем, который я купила в аптеке, ну вот как раз его я думаю, что можно будет купить уже просто в магазине, потому что это уже не медицинский, а просто косметический крем. Пантенол плюс, это изготавливает компания Весна. У них есть вот такая вот интересная линейка Токфарм. У них 4 крема с разной направленностью. Гиалурон плюс, ретинол плюс, коллаген плюс. Я вот взяла именно пантенол плюс, также хочу попробовать коллаген плюс. Давайте поговорим сейчас именно об этом креме. Здесь они, к сожалению, не написали на упаковке, какая именно концентрация пантенола, но я думаю, что она достаточно высокая, потому что работает этот крем очень хорошо. Он очень быстро смягчает, увлажняет и напитывает кожу. И действительно, знаете, может справиться с какими-то мелкими трещинками, царапинками. Например, кто смотрит мой канал, вы знаете, что у меня есть кот. И хотя сильно он меня никогда не царапает, но иногда, когда я с ним поиграю, у меня руки, знаете, в таких маленьких царапинках. Это не очень приятно и по ощущениям, потому что они чешутся, немного беспокоят. И эстетически тоже как-то с поцарапанными руками ходить не очень весело. И вот просто идеально справляется. Вот этот крем стоил он что-то то ли 60, то ли 70 рублей. Вот такой вот у него ценник, то есть совсем недорого. И действительно, за несколько раз он очень смягчает. И вот убирает какие-то маленькие ранки. Также, мне кажется, он будет хорошо работать, если у вас есть склонность, знаете, к заусенцам. Плюс еще, знаете, если у вас есть такая проблема, вот у вас сухая кожа или грубая кожа на локтях, то тоже может сработать. Но, конечно, уже не с одного-двух применений. Но если вы регулярно попробуйте мазать локти, то тоже будет смягчать. Потому что хороший крем с хорошим составом, с пантенолом, работающий, действенный и недорогой. Попробуйте обязательно. Я в сегодняшнем видео немножко извиняюсь за свой голос. Я немножко хриплю, я прибаливаю. Но я сейчас стараюсь выкладывать видео регулярно, часто и ждать, пока я окончательно выздоровлю. У меня нет возможности. Но я знаю, я часто получаю комментарии именно в адрес моего голоса. Сегодня, к сожалению, он меня немножко подвел. Но я надеюсь, что вы меня примете такой. Следующая классная, эффективная и недорогая покупка из аптеки для кожи. Это вот такой вот сок алоэ. Также он может продаваться в ампулках. Я купила прямо вот в баночке. Сок алоэ вы, в принципе, можете даже получить в домашних условиях. В интернете есть очень много мастер-классов, как это сделать. Если у вас есть время, вам не лень с этим возиться. И если у вас есть дома алоэ. Но я предпочитаю уже покупать вот такой готовый сок алоэ. Чем он хорош для кожи? Какое вообще у него действие? Во-первых, он витаминизирует кожу. Сок алоэ очень богат витаминами. Витамином С, А, Е, витаминами группы В. Кроме того, он имеет тонизирующий, увлажняющий, омолаживающий эффект. Но вы должны быть аккуратны. Вы должны внимательно почитать состав того сока алоэ, который вы купите в аптеке. Например, здесь есть спирт. Поэтому так вот прям бездумно протирать все лицом. Можно немножко пересушить кожу. Я протираю таким образом Т-зону, потому что у меня кожа достаточно жирная. И иногда я могу себе это позволить. Какой эффект, который вам будет быстро заметен. И особенно я это часто вижу, потому что у меня кожа чувствительна. У меня бывают такие, знаете, маленькие какие-то покраснения, воспаления. Вот сок алоэ очень быстро успокаивает кожу. Действительно, они куда-то исчезают. Вот он немножко противовоспалительный эффект имеет. И цвет лица становится более здоровый, более ровный. Уходят вот эти вот покраснения. Либо если у вас что-то есть такое гормональное, знаете, там в ПМС вот это вылазит. Отлично справляется. Можно просто протереть лицо. И вы буквально вот уже с первых применений быстро видите результат. Салициловая кислота. Ну как же без нее? Мне кажется, я ее уже показывала в покупках из аптеки. Потому что действительно она у меня всегда есть дома. Заканчивается одна бутылочка. Я покупаю вторую. Здесь 2% раствор. Салициловая кислота, она идет растворенная в спирте. Поэтому, к сожалению, вы не можете ее использовать там на все лицо. Вы пересушите кожу из-за того, что здесь идет спирт. Я часто разбавляю такую салициловую кислоту с отваром трав. То есть делаю какой-то отвар трав, например, ромашки. И в пропорциях 1 к 1 разбавляю. И уже тогда как тоником ей пользуюсь. Можно также наносить ее на проблемные самые зоны. Где у нас черные точки. У меня это крылья носа. Она отлично справляется с черными точками и расширенными порами. Потому что салициловая кислота, это именно та кислота, которая лучше всего очищает поры, как бы вот изнутри. Далеко не все кислоты так работают. Все кислоты работают немножко по-разному. Следующее, что я часто приобретаю в аптеке, и вам советую обратить на это внимание, это эфирные масла. Вообще, качество эфирных масел, какая фирма лучше, это тема, наверное, для отдельного ролика. Но вы можете быть смелыми и не бояться покупать цитрусовые эфирные масла в аптеках. Почему? Потому что цитрусовые эфирные масла добыть и изготовить очень несложно. Их нет большого смысла подделывать, потому что они недорогие. Их несложно проверить на качество. Я в этот раз купила эфирное масло лимона, и я его купила целенаправленно для ухода за ногтями. Последнее время что-то у меня такое впечатление, что у меня ногти мои просто издеваются надо мной. Они слоятся, крошатся. Я помню, что раньше я занималась этим вопросом и использовала эфирное масло лимона, разбавляла его жирными косметическими маслами, втирала в ногти. И я помню, что был хороший действительно результат. Во-первых, у вас ногтевые пластины будут отбеливаться, то есть ногти будут иметь более ухоженный, более красивый вид. Кроме того, они будут очень хорошо укрепляться, потому что лимон это достаточно известно, что это очень хорошее средство для укрепления ногтевой пластины. Вот, так что я купила, чтобы использовать в этих целях. Ребят, спасибо большое за ваше внимание. Спасибо, что вы смотрели данный ролик до конца. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о моих видео, и вы не пропускали следующие. И всем пока, до новых встреч на моем канале. Пока-пока!